МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да прибудет с вами Сила, дорогие друзья! Продолжаем рассматривать существ из вселенной Звездных Войн. Сегодня поговорим об Ак-Псах. Ак-Псы, иногда называемые ААК-Псами, крупные звероящеры с планеты Харун-Кел. Крупные звероящеры с Харун-Кела были чувствительны к силе и одомашнивались аборигенами планеты Карунами. Взрослеющие от щенката взрослые особи за 2-4 месяца, Ак-Псы использовались для охраны не только их самих и их жилищ, но прежде всего огромных стад траводавов. От этих стад, вытаптывающих в смертельно опасных джунглях планеты Тропы и Поляны, зависела жизнь полукочевых племен Карунов, называвшихся Гхошами. Неудивительно, что Каруны считали Ак-Псов едва ли не членами семьи. В частности, обычаи требовало представить гостя Аком Гхоша. Если хозяин погибал, Ак-Пса, как правило, убивали, так как они после этого нередко впадали в безумие и делались опасными. Длина тела взрослого Ак-Пса была примерно равна длине Лендспидера, от 3 до 8 метров. Их мощные челюсти с треугольными зубами были способны перекусывать дюрасталь, а лопатообразные когти оставляли царапины на камнях. Шкура, покрытая чешуями, выдерживала удар светового меча. Мускулистые бронированные хвосты были способны нанести серьезный удар. Их языки были черными, как и лишенный век глаза. На голове Ак-Пса находилось 6 небольших рогов, расположенных треугольником. Встречались также два вида Ак-Псов меньшего размера и родственные им дикие гигантские Ак-Волки. Во время Холодной войны мастер-джедай Сулан пытался посредством различных техник силы установить более глубокую связь с Ак-Псами. Его усилия окончились неудачей, одно из животных сожрало его подавана. После Руассанской реформы Ак-Псы нередко становились питомцами джедаев и их спутниками. Джедай-биолог Боу Спитц в ходе выполнения задания побывал в опорном пункте исследовательского корпуса на планете Орд Канфре, где впервые в жизни столкнулся с Ак-Псами. Поначалу он не увидел ничего необычного в наличии связи между этими существами и их дрессировщиками. Однако впоследствии он обнаружил, что Ак-Пес формирует узы силы со своим хозяином, джедаем или нет, через связь, усиленную с зачатками телепатии. Существовала и нелегальная торговля этими опасными хищниками, переживавшая свой рассвет около 32 лет до Явинской битвы. Контрабандисты с Наршада переправляли в то время крупные партии этих животных в различные миры, по преимуществу в родной мир дагов Маластар. На Маластаре Ак-Псы попали в руки террористической группы Красная Яра, в результате действий которой едва не пострадали несколько членов Высшего Совета Джедаев, атакованные ими. Мастер-джедай Мейс Винду благодаря своему корунскому происхождению сумел успокоить их, однако был глубоко обеспокоен фактом использования Ак-Псов в терактах. Взяв на себя расследование контрабандной торговли этими существами, Винду в надежде положить ей конец отправился на Наршада. Там он встретился с последовавшей за ним мастером-джедаем Деппой Белабой. Под командованием Винду они на свупе спустились в нижние уровни города, где располагался комплекс зданий Цирка Ужасов, в котором в частности выступали мутировавшие Ак-Псы. Собратья джедая сначала были вынуждены сразиться с ними на арене, а потом победив их с хозяином цирка и главарем преступного сообщества Хатом Гаргоном, положив таким образом конец его операциям. Во время войн клонов Винду вновь встретился с Аками, вернувшись на родную планету в поисках своей бывшей ученицы Деппы Белабы, впавшей в безумие. Там он обнаружил, что на Харун-Келе уже 30 лет идет непрерывная война между аборигенами-карунами и пришлами, которых те презрительно называли Балаваями. Во время этого конфликта Ак-Псы использовались в качестве боевых животных. Так в первой фазе битвы при Харун-Келе Короны выпустили против Балавов, приготовившихся штурмовать перевал Ларшан, стадо Траводавов, в сопровождении дюжины Ак-Псов. Ак-Псы вели себя так, как и должны вести себя стайные хищники – организованно, умно и смертоносно. У пехоты не было ничего способного хотя бы поцарапать их. Солдаты бросились в разные стороны, что еще больше разожгло инстинкт преследования, свойственные Акам. Командующий запросил поддержку с воздуха, но это помогло мало, и нападавшие были вынуждены отступить в столицу планеты Пилик-Боу. При штурме тамошнего космопорта также были задействованы Ак-Псы. Вдохновленная свирепостью Ак-Псов группа ледорубов Скак-Насосы включила в свое название слово ААК, чтобы создать впечатление о себе как о стае свирепых компьютерных акеров. Слово «Насосы» указывало на их излюбленное занятие – перекачивать содержимое чужих банковских счетов на свои. Организмы являются неразумными животными. Планета происхождения Харун-Кел, ареал обитания Налхата, Тарис, Атис, Вос. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании, поддержите проект. Продолжение следует...